Давайте я поставлю текст. Теперь надо разобраться, чтобы правильно... Это странно. Вот у других просто я выставляю второй экран для вас, и все. А здесь он экраны не дает, а требует файл поставить. У нас особая душа на наших уроках. Да-да-да. Скажите, пожалуйста, у вас сверху там малиновый уголок, да? Слово «малиновым» закрашено. Я правильно файл вам поставил? Да, я тоже. На иврите написано, да. Ютер, лима... Значит... Теперь... Я открою свой файл? Нет проблем. Это ведь не твой. Это не твой. Это для народа. Понимаешь, в чем дело? Если сделать все примечания, которые у меня написаны, на экране будет очень мало исходов. Я понимаю, да. Окей. Окей. Поэтому... Нас в шату, нас в шату. Я записываю точно такой же, как этот, только-то он с примечаниями. Окей. Значит, в прошлый раз мы остановились на середине седьмой главы, и я хочу заметить одну вещь, которую дальше будет довольно любопытно. Значит... Понятно, что проблема, о которой мы говорили в этой стихе 16-18, не будь слишком праведным, не мудрство и сверх меры, зачем тебе эта печаль? Но опять... Это шомам, это шомэм. Вообще шомэм – это пустыня, шмама пустыня. Но тут надо понимать, что то ли зачем тебе эта печаль? Ли-иш-тамэм – это иногда удивляться, но печально удивляться. Это слово «небо», кстати, оно здесь рядом лежит. Вы замечаете, что слово «ты шомэм» – это шомэм, там вон просто из всех дыр крет и пустошь. Это по поводу неба как пустота еще одновременно. Я напоминаю вам в Йобе, когда там начинает кто-то обсуждать древнееврейскую космологию, «толэ эрец альблема» – «земля, подвешенная на ничто». Такое есть. Поэтому аккуратненько с такими вещами, но вот, то есть, может быть, зачем тебе стремиться к небесам, и зачем тебе попадать на небеса прежнее время? Не исключено и такое понимание, но оно явно подразумевает. Значит, и тут же рядом идет не слишком злодейство, не будь сахаль, тот самый вот дурак, да, который искали одно коренное на самом деле, потому что шин и син переходят друг к другу благополучнейшим образом. Значит, не будь дураком, зачем тебе погибать раньше времени? Вот теперь это интересная вещь. Вот посмотрите на то, что… Вообще, в литературе принято слово «хеистическое построение», даже в русской теперь, по-моему. Имеется в виду крест-накрест. Не будь слишком праведным. В следующем стихе семнадцатом не будь слишком злодеем, да, не слишком греши. Теперь, какие будут последствия, если быть слишком праведным? Значит, дальше. Не будь, извините, не будь слишком умным, да. В семнадцатом стихе не будь дураком. Ну, глупцом мы, интеллигентные люди. Знаете, к тому же современный борт вообще слова «дурах» не знает. Кстати, борт начала тысячелетия это слово знал, а потом забыл. Значит… Самый Сахаль, то есть, как бы, Ксиль, одна буква меняется. С Эхаль. Ты что, не видишь? Ну, я вижу в оркестре, когда я говорю, одна буква меняется, шин на самых. Так это стандартная замена. Да, да, да. 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 Теперь, зачем тебе эта печаль, в шестнадцатом стихе, зачем тебе умирать раньше времени? Вот теперь вопрос. Вот это третья часть. Не будь слишком праведным – это печаль. Не будь злодеем – от этого умирают. На самом деле, дальше мы увидим это рассуждение, оно будет иметь продолжение, потому что это только за чин. Поэтому то, что здесь надолго останавливаются и пытаются решить это на месте, вот в этих трех стихах, четырех на самом деле, это несколько неправильно. Потому что восемнадцатый стих – благо тому, кто придерживается этого и от этого не бросая руки, ибо ера – страх Божий. Вот теперь еца и ткулам – это не очень понятно. Но, в общем, большинство народу предполагает, так же, как в Мишне используется это слово, выполняет долг обоих. Еца и юдей хавато – такое предположение есть. Насколько это праведно – это еще большой вопрос. Но я хочу подчеркнуть вот этот страх Божий. Опять, вот этот страх Божий, я перевел почитание Бога здесь, но вы увидите, что здесь такой большой вопрос, потому что насколько правильно понимать… Вот страх – ера, страх Божий – это такой очень специфический термин, который не имеет хорошего перевода. И в апсиду переводят именно как «страх», но это не только страх наказания, это чуть-чуть больше. Это еще почитание, это еще… Ну, вот я говорю, что я считаю пшатом этого места комментарий боязнь огорчить, страх огорчить. Я считаю, что это очень хороший комментарий. Правда, он, придем к стиху, к дублю, почитай отца и мать, и бойся мать и отца. Да, да, что почитай и бойся, они, обратно внимание, синонимичны оказываются. Значит, двадцатый стих. «Ибо нет среди людей праведника, который бы не согрешил…» пока вот эта тема по поводу праведности греха еще не кончилась. И вообще в то, что говорят, не обращая внимания, не принимая к сердцу приведено… Но опять я напоминаю вам, что в кахалок сердце это нестилище разума, не бери в голову. «Чтобы не услышать, как раб твой поносит тебя». Традиционное перемание здесь макалокха проклинает тебя. Я не думаю, что это удачно. И Раша мне в помощь в книге «Дворим» он комментирует, что всюду в Писании… «Коль калалашеба микрала шон гакаль визильзун». Всякое слово «калаль», проклинать, которое обычно переводится, в Торе означает пренебрежение и… Но смотрите, на самом деле все очень просто. Уважать «кабет» тяжелый, не уважать «каль» легкий. Все очень легко, все очень просто. И стала легковесной госпожа ее… В глазах ее имеется в виду, она потеряла уважение, она прекратила уважать. Не проклинать стала, а прекратила уважать. Поэтому ты видишь, что раб поносит тебя. «Но ты тоже знаешь в сердце своем, что ты тоже поносил других». И далее начинается песня, которая на самом деле является в некотором смысле, как я подозряю, ключом к разгадке. И здесь вот весь отрывок от 23 до 29 стиха до конца главы, он у нас делает некоторую отсылку, которая, как я полагаю, дает нам решение главы. И вот почему. Итак, все это я пробовал мудростью постичь и подумал, я наберусь мудрости, а она далека от меня. Далека, как была прежде, глубока, глубока, кто ее найдет. Повернулся я, чтобы узнать и исследовать, и разыскать мудрость, и расчеты, и узнать глупости, и безумия, и злодейства. И далее следует то место, которое в наше время является таким вот длинным-длинной темой для обсуждения. И нашел я то, что горше смерти, а именно женщины, которая ловушка сети ловцов, путы на руках, выхромим либо тот, кто угоден Богу, спасется от нее, а грешник попадется. Смотри, вот что я обнаружил, сказал Когэла. Одно к одному найди расчет. То, что искала душа моя, я не нашел. Ту, которую искал, я ей не нашел. Человека одного среди тысячи, ну на самом деле мужчина в данном случае, один среди тысячи я нашел, а женщины среди этих не нашел. Кроме того, понял я, что Бог создал, вот теперь тут спор, человек или мужчину честным или простым, а они пускаются на многие ухерения. Значит, обычно это переводят, человек создал человека, значит, Бог создал человека простым, а человек пускается на многие ухерения. Значит, ну давайте, значит, отдельное удовольствие чтения статьи в американском стиле «Ненавидят ли писание женщин?» Такой заголовок статьи, где на многих страницах автор собирает мнение именно к этому отрывку. Все-таки найти женщину – это, значит, женщина горше смерти. И здесь не могу не процитировать. Кажется, это Моше Мендельсон, значит, который замечает, что автор не нашел приличной женщины. И обратите внимание, одну из тысячи, значит, мужчину одного из тысяч не нашел, а женщины, предполагается, среди тысячи, не нашел. Тысячи женщин было, как известно, в царе Кагэллах. У него было 700 жен и 300 наложников. Может быть, именно поэтому он там женщину не нашел, потому что у него было тысячи. Была бы одна – нашел бы. Ну, это такая вот шутка. Да, Моше Мендельсон нежно любил свою жену, поэтому сохранилась их переписка. Но надо сказать, что это замечательное примечание по поводу одной женщины из тысяч. Это было тысяча гаремных женщин. Выбирать было некогда. Их тут так много, так много. Когда выбирать-то? Всех нужно. Да. Но я пытаюсь просто вот сказать чуть-чуть другое. Это пока шутки все. Ну, и по поводу отношения к женщинам. Ну, последняя главная шутка. Как известно, на седьмой день после свадьбы у жениха задают вопрос. Мацао Мацати. Значит… Извините. Мацао Моце. Нашел или нахожу? Или находишь? Имеется в виду следующее, что здесь… И тут я нашел то, что в горше смерти женщина. Или что женщина в горше смерти. Обратите внимание, глагол Моце – в настоящее время. В книге Мишлея и в книге Притч сказано Мацао Иша Мацатон. Нашел жену, нашел благо. По этому поводу Маца – это благо, а Моце – это мармиман – это горше смерти. Это такая шутка в этом месте. Она классическая просто. Ее пропустить нельзя. Ее надо знать просто эту шутку. Значит, вопрос выглядит так. Вот я хочу обратить внимание на связь 23-24 стих по поводу того, что мудрость далека. Я хочу обратить внимание еще на одну странную вещь. Вот я потеряю это место. Смотри, вот я обнаружил, вот я нашел. Сказала… Оригинал смотрим. Сказала Когелет. Сказал Экклезиаст. Сказал Мудрец. Подповедник. Обратим внимание, что единственный раз Когелет с глаголом женского рода. А должен быть мужской рода. Всюду Амар, кстати, многократно есть. Амар Когелет сказал, и начинается книжка Амар Когелет. Сказал мужской рода. Когелет, конечно, имеет признак женского рода, но понятно, что это мужской рода. По этому поводу, как бы вот эту фразу по поводу «женщину среди тысячи не нашел» произносит как бы «женщина» эту фразу, это, по-моему, несколько делает более оригинальным текстом. Как бы Когелет говорит женской своей постась. Это как бы женщина говорит. Это, может быть, любопытное замечание. Но я предлагаю чуть-чуть другую сторону о всей этой истории. Во всем писании две женщины говорят о смерти. Одна рифка, когда произносят «дай мне детей, а если нет, то я уже как бы мертва», была еще одна женщина, которая сказала про смерть. И это жена Йова. Во второй главе она произносит, значит, и сказала ему его жена, «Все еще ты держишься в своей непорочности, прокляни Бога и умри». Кстати, про разговоры «барех как прокляни» и «барех как благослови». Вот одно и то же слово. И надо по контексту устанавливать, где благословение, где проклятие. Значит, прокляни Бога и умри. То есть женщина, которая говорит по поводу «и умри», вот это горше смерти, она у нас в книге Йова. Сдайся. Но тогда, коли мы видим некоторую визуализованную, может быть, мы не знаем еще, ссылку к книге Йова, мы вдруг соображаем одну вещь, что наберут в двадцать третий стих и двадцать четвертый стих про мудрость, которая далека от меня и глубоко омок омок ми ема цена, глубоко-глубоко кто ее найдет, вообще-то это отсылка к книге Йова. И дважды в книге Йова эта тема встречается в 11 главе и в 28 главе. В 11 главе Это произносит Цофан. «Исследуя Бога, найдешь ли, выше небес что сделаешь? Глубока, как бездна, а мука, обратите внимание, вот появление, глубока, как бездна, глубже бездны, разве не знаешь? Шире земли, размеры его, шире моря, длиннее земли и размеры его, шире моря». Значит, то есть кто может познать Бога? Но в 28 главе есть совершенно феноменальная песнь Йова о одной из самых потрясающих, наверное, песни в Йове. Я советую просто почитать 28 глава. И там есть, начиная со стиха… В начале о чудесах земли, совершенно потрясающей красоты текст, и с 12 стиха там начинается действительно некоторый потрясающей красоты текст. «Но где находится ум? Где найдешь мудрости? И где место разума?» «Не знает человек, обиталище его, и нет его в стране живых». Дальше идет про то, что мудрость нельзя купить, и разум тоже ничто не сравнимо с разумом. И далее «Но откуда же ум приходит? И где место разума?» 20 стихе. «Скрыто от глаз всего живого, и утайно от птицы небесной. Медры земли и преисподня говорят, своими устами слышали мы о разуме. Бог знает путь разума и знает место залежи его. Он видит все, что под небесами, что есть над всеми небесами. И он нашел мудрость и определил ее, утвердил ее и испытал. И сказал человеку, вот страх Божий – это мудрость, а уклонение от зла – разум. Вот теперь, когда мы обнаружили это, мы понимаем 18 стих. Вот обратите внимание. «Я пытался исследовать, разум и не нашел бы». Мы держим в уме книгу Йова. Глубоко, глубоко, как был, глубоко, так и остался. Держим в голове 18 стих. «Ибо страх Божий – это связанный с праведностью и злодеянием. Но это и есть ведь мудрость». Страх Божий. Вот теперь мы понимаем, к чему он клонит. Клонит он к некоторой простой вещи. Что когда он говорит, богобоязненно выполняет долг всего, он просто вспоминает. Мудрость – это страх Божий. Вот теперь вместо мудрости, которая была выше, зачем тебе быть слишком мудрым? Зачем тебе расстраиваться? Вот теперь он говорит, намекает, что он-то помнит. Что получается? Заменить мудрствование. Вот теперь аккуратненько. Заменить мудрствование на ту мудрость, которая – страх Божий. Это разная мудрость. Он, на самом деле, косвенно здесь соглашается и не соглашается. Что это разные мудрости. Тем не менее, именно это и делает возможным существование. Заменить то, чего он здесь говорит. Не будь слишком мудрым, не мудрствуй слишком. Почему? Потому что истинная мудрость – это… Я хочу обратить внимание на формы глагола. Вот глагол леид хакэм – отвратный глагол. Вот давайте я приведу аналогичный пример. Есть глагол «пророчествовать». Он всегда не фаль в Торе. Он всегда страдательная форма. Если, когда он появляется в возвратной форме – лыгит на бэ. Значит, в иврите есть страдательная форма нефаль и возвратная форма, как вся в русском языке – гитпэй. Так вот, нит на бэ – это безумствовать. А нинбэ – так правильно. Именно нефаль – страдательная форма, потому что пророк – это не его действие, а через него действие происходящее. Вот если это действие из него возвратное, то это безумствие. А если через него, если он только инструмент, то это пророчество, вот это пророчество. Так вот, леид хакэм здесь – это вот это. Это вот это некоторое презрительное отношение. Это не мудрость, а мудрство неизлишне. Потому что реальная мудрость – это герак руки, который в 18 стихе. Намек на это, вот через другую книжку, как раз в стихах, вот этот стих, который вдруг неожиданно говорит, что она, мудрость, далека от меня, далека, как была, глубока-глубока, кто найдет ее – это та самая мудрость о том ее местах залежей. А 28 глава книги Йова – это рассказ о залежах всевозможных драгоценных минералов и совершенно замечательных вещах, которые есть в земле. Так где же залежи мудрости? Вот это знает только Бог. Человеку же он сказал, вот теперь, а человеку он сказал, Бог, что истинная мудрость – это страх Божий. Вот это, вот туда отсылка. Да, выглядит сложно. Но я глубоко убежден в том, что это подразумевается в тексте, это в некотором смысле пшат умного текста. Туда отсылка. Там же вот эта женщина, которая горше смерти. Та, которая сказала – сдавайся. Та, которая сказала – не игра проиграна, лучше умереть, чем так жить. Вот это женщина-то. А что касается отношения Танаха к женщинам, то надо сказать, что все женщины хуже смерти. Что женщина хуже смерти. Давайте считать, что это частное мнение царя Соломона, построенное на его опыте личном. Но, как бы, опыт тысячи женщин вместо одной – это как раз когда богатый опыт хуже. Вообще-то, да. Знаете, мужик, который испробовал тысячу бабок, говорит, ни одной приличной не нашел. Извини, пожалуйста. Чего только заигрался. С одной нашел бы. С одной нашел бы. Это то самое, когда лишние знания. Во многих знаниях много печали. Вот если хотите, вот сюда вот отнесите. И я думаю, что Машин Мендельсон, хотя, в общем, он не самый кошерный автор, как считается. Как там? Мисфарат. Машин Мидасау ха съедает. Нет, там в ритму надо сказать, но я не могу вспомнить, как там в ритму это сказано. Значит, его считали нехорошим человеком. Нет, не человеком, он гаскала еврейское образование. Но оно плохо сложилось. Отдельный разговор как-то случился. Значит, надо сказать, что вот этот разговор, конечно же, о праведности и неправедности, который остался именно в области мудрости. Это страх Божий. Но обратите внимание, страх Божий – это не мудрость сердца. Страх Божий – это мудрость почек. Это мудрость совести. И вот об этом, он, кстати, слово почки не употребляет, он будет говорить о слове дух. Как раз следующее глава. То есть вот это умом не понять. И это будет тема восьмой главы. Есть вещи, которые не даны уму. На самом деле, Кагелот, вот чего он хочет. И куда он, одна из главных мыслей Кагелота, куда он бьет. Что некоторые вещи, надо просто понимать, что они тебе недоступны. И усвоить недоступность некоторых вещей, как бы надо обязательно, это именно то, что ты обязан усвоить. И это одна из моралей книги Кагелота. И слишком мудрствовать по сравнению с истинной мудростью в Ерате-Лукхим, Еце-Эт-Кулам. Сейчас мы увидим, как он это строит именно через восьмую главу. В восьмой главе речь идет, вроде бы в первых главах, о царстве. И надо сказать, что в политических книгах, там же говорится о Танахе и политике, в восьмую главу комментируют, очень много не говорят. Потому что начинается она, кто к подобному мудрецу знает смысл вещей. Пешер – это потар, то же самое, что и потар, петарон решения, разгадки вещей. Смысл в данном случае, но разгадки. Значит, мудрость человека освещает его лицо и смещает суровость на лице. Далее. «Они, я, Пимелы Шмор в Альдиврат Швуат и Луки будь послушал Слово Царского как клятвия Божьей или клятвия перед судьями». Тут вопрос о том, куда шелихой имя. Может быть, и так, и так. «Не спеши уходить от него, не оставайся при дурном решении, хотя вот этот ки, вот этот ки, и переведено ибо, да?» Здесь всегда проблема. Это всегда проблема, как надо переводить такое ки. Как мы помним, для перевода слова ки есть четыре варианта перевода слова ки на арамейский. У слова ки четыре значения. И это правильно. Потому что ки может быть противопоставителем много. Не оставайся при дурном решении, хотя он делает, что хочет. Может быть, так. Потому что слово царское, власть, кто скажет ему, что делать. Далее. Соблюдающий митцва. Вот теперь большой вопрос, что имеется в виду. Повеление, да? Митцва – это повелевать. Вопрос, споры комментаторов, митцва от мэлах, повеление от царя, или митцва от мэлах, или повеление Божие. Соблюдающий повеление не узнает зла. А вот теперь фраза. Эт у мишпад еда лэв ха ха. Время и… Вот теперь мишпад слово. И суд. Сейчас поговорим. Знает сердце мудреца. Ибо у всякой вещи есть Эт у мишпад. У всякой вещи есть время и суд. Ибо далеко зло над человеком. Вот теперь непонятно, как это понимать. Ибо не знает грядущего, и никто не расскажет ему, что будет. Далее. Эйн Адам шалит баруох. Нет человека, властного над духом, чтоб посадить дух в клетку. Нет власти над днем смерти, нет отпуска на войне, не спасет злодейство злодея. Но вообще надо сказать, что вот это про вот этот восьмой стих, но фраза «В Эйн Мишлах от Бамилхама нет отпуска на войне», это в Израиле это поют, это поговорка в Англии, это поговорка «Отпуска нет на войне». Значит, на вопрос, что здесь это делает? Что здесь этот стих делает? Вот понимаете, в чем дело? Вот как восьмой стих отлит вот в золоте. Человек не властен. Вот смотрите, вот как хотите, читайте. Вот это шутка, которая здесь есть. Во-первых, это шутка. Первая половина стиха это шутка. Человек не властен над ветром, посадить ветер в клетку. Ну, это очень хорошо. Но вторым этажом человек не властен над душой посадить душу в клетку, чтобы не сбежало, да? когда нет власти в день смерти. Вот теперь вопрос. Вот смотрите, что хочет сказать КГ? Нет власти в день смерти, то есть когда умрешь, нету, власть кончилась, или нет власти над днем смерти? В каком смысле предлог в инструментальном или в указующем? Нет власти над смертью, или нет власти во время смерти? Дальше. Если мы продолжаем. Нет отпуска на войне и злодейство не убережет Баалаф, того, кто его хозяин. Вопрос. Вот теперь нам все это надо понять, как это монтируется. Давайте мы начнем с простой вещи. Вот монтаж выглядит следующим образом. Шестой стих. Килы холь хэпэц еш эту мишпад. О, замечательно! Это мы знаем. Это мы уже проходили ура-ура! Вот она третья глава всему время в этлэ холь хэпэц. Это мы проходили всему свой срок и время всякой вещи под небом. То есть это мы знаем, но тогда мы понимаем, что в нашем стихе, вот в этом, килы холь хэпэц еш эт у мишпад, что слово мишпад, оно синоним слова зма. мишпад самое смешное, что слово мишпад еще означает вторе, танахе. Да, слово мишпад в танахе частое, но где-то 10 про 38 употреблений. Это не я, это Эвен Шишан, естественно, 38 цифр дает. Употребление, что мишпад в значении обычай. Ка мишпад габано та села. Поступи с ней по обычаю, принятому у дочерей. Обычай. Мишпад это еще в другом месте повторяемое явление. По этому поводу. В Эт у мишпад едала бхаха, но надлежащее время и обычай. Мудрец осознает, понимает, что оно есть. Ибо у всякой вещи есть свое время. И вот теперь вот это важно. Вот слово мишпад может одновременно подразумевать и есть суд над каждой вещью в свое время. Или есть предназначенное время. Человек не знает, что будет. тогда восьмой стих говорит одну очень важную вещь. Ты не можешь сказать, что делай у царя власть не с той предрубной вещи, ибо хотя он делает то, что хочет. но вот тут начинается то, что надо понимать. на этом куча всяких диктаторов именно на этом проваливается, на непонимание этой вещи. Восьмой стих. можно маленький вопрос? Да. Вот как-то так врезается, да, вот слово хефец, все-таки не довар написал, а хефец. Это как-то связано с тем, что с каждому желанию хефец это особое слово, правильно? Хефец это материальное желание. Да, вот именно, вот именно. Это желать, но вещь конкретно узкоматериальная, мечта без крыла и приземленная. Да, 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 да. Это вот, это вот, ну, да, это мечта без крыла и приземленная. стругацких цитирую. хефец это вот именно время, когда желать это надо. Да. Вот время хотеть, а баллон, да, когда ты ведешь еду, ты каждый раз думаешь, в каких отношениях ты с ней находишься. Можно тебе ее съесть или нельзя тебе ее съесть? Это вот это вот мечта. Значит, и время вот теперь то, на чем проваливаются диктаторы. Нельзя посадить, нельзя посадить тюрьму дух человека. Ты можешь отдавать любые приказы, но ты над этим не власть. На самом деле, что здесь говорит, и говорится некоторая важная вещь. Ты малых, ты не можешь уйти от царя, слово царская власть, но то, что ты должен думать, что ты не власть над своей душой. Тебе есть время суда. Вот это ты должен иметь в виду. Тебе придется отвечать даже за выполнение повелений царя. Потому, что ты делаешь, придет время и суд. Ты не узнаешь сейчас добора, но злодея, 8 стих, не спасет злодейство. На самом деле, у меня такое чувство, что Когелы весьма четко произносят вот этот 8 стих, который выглядит максимой, который приложим к чему угодно, на самом деле, в данном месте он очень строго применим к конкретной вещи, выполнению преступных приказов. И дух, который человек не может посадить в клетку, это твой дух. Ты не можешь быть святым. Ты не властен над днем смерти. Или царь умрет и кончится его власть. Совершенно неважно. Но злодейство, которое это совершил, не спасет того, кто его совершил. На самом деле я не думаю, что 8, вот тут вопрос о чтении первых 8 стихов 8 главы. Это инструкция царедворцу или это инструкция порядочному человеку, который вынужден выполнять приказы царя. Причем я хочу обратить внимание, Кагелот не ссылается на Бога, когда говорит о преступности. Он говорит о твоем духе. Вот о нем нужно позаботиться. Он говорит, что у всего будет может быть имеется в виду время и суд, ибо есть у всякому желанию время и суд, когда будет слишком много зла. Возможно такое чтение 6 стиха. кера когда велика слишком станет зло совершенное человека. И некому тебе сказать это будет. Но тогда у тебя не будет отпуска, ты не сможешь остановиться. Человек не властен над смертью над моментом смерти. И все это перевернется тебе на голову. Или но что важно, это не просто угроза. Там вот это начало 8 стиха человек невластен над духом и над духом общества. Но здесь куда важнее над своим. Я предпочитаю читать это не как инструкцию царедворству, но не в смысле быть послушным царю, а в смысле помнить, что есть граница, после которой ты потеряешь душу просто. Вот это очень важное такое место. Конечно же к этому месту нельзя не припомнить известную вещь, что безграничная власть развращает безграничная я правильно помню эту цитату. Но она про это. Но вот этот отрывок ровно про это. И тогда мы понимаем каким образом мы переходим к девятому стиху. Я понял, я все это увидел и положил на сердце свое, на разум все, что делается под солнцем во времена, когда человек пользуется властью во вред другим. Во времена, в данном случае, в эпохе, по всей видимости. Во времена вот, но если кто-то видит, что здесь есть время времена сноска, то она там в конце текста просто перенесена в конец строку. В эпохе, когда человек пользуется властью во зло другим. Тогда понятно дальнейший ход. В эпоху, когда человек пользуется властью во вред другой, я видел гробницы злодеев с надписью пришли и ушли вместо святое. А в городе уже забыли, что те творили. И это, ну, вот не знаю, мираж, суета, глупости может быть. И далее следует объяснение. Не исполняется поговорка, обратите внимание, что слово Петтгамбург пришло. Поговорка «быстр суд над злодеем», но на самом деле контрпоговорка в русском языке «божьи медницы медленно мелят». Так как «божьи медницы медленно мелят», поэтому злодейство часто. Здесь другое. Не выполняется поговорка «быстр суд над злодеем». Поэтому люди решаются совершать злодейские поступки. Сто раз грешит грешник, а наказание медлит. Но знаю я, что благо будет почитающим богом, бога, тем «асер еру мелефана». Вот вам это самое ера. Ер эйл ким вот она, вот она. Вот теперь «не будет благо злодею, не продлятся дни его исчезнет как тень, то бога не почитает». Вот опять ера. Опять. Вот эта ера, которая есть мудрость, вот она появляется. вот теперь мы понимаем всю красоту построения. Красота построения вот начинается первый стих. «Ми кэхэхахам» «Кто как мудрец». Да? Мудрец, мудрец, мудрец. Вроде речь идет от мудреца, чтобы в 12 стихе сказать кому благо. Благо не мудрецу, благо лаире луки. Потому что мудрость это страх Божий, а бина разумения это уклонение от зла. Кстати, ну дальше начинается обсуждение проблемы праведник которому хорошо, злодей которому плохо. а почему значит вот случается чепуха, беда, чепуха, которая происходит на земле. Есть праведники, которым постигает участь злодеев и злодеев, которые почитают участь праведника. А Марти я говорю и что это пройдет. Вот теперь вопрос на сто рублей, что называется. Вот это и это тоже пустяки все, это тоже чушь, чепуха, такое хотите слово, или исчезнет. сказано о том, что есть такая проблема, и он говорит, что это какие-то мелочи. Или он говорит про то, что вот это неправильное течение в смысле божественного суда, это исчезнет как мираж. Это такой замечательный вопрос. И далее кончается это тем, что так не нравится Эмилю. Что не нравится Эмилю? Славлю я веселье, ибо под небом нет иного счастья у человека, кроме как есть, пить и веселиться. И это сопровождает нас еловену, да ну нам вдох, или сопровождает нас в наших скорбных трудах, дни жизни, которые дал нам Бог прожить под небом, под солнцем, извините. Замечательно. Что? Говорю замечательно. И когда я обратился к поискам мудрости, чтобы постичь происходящее на земле, я не смыкал ни ночью, ни днем глаз. И понял я, вот теперь внимание, все деяния Божьи, ибо человек не способен лимцо, то самое ключевое слово, которое о мудрости, которое не найти в книге Йова, мудрость не найти, только Бог знает, где она лежит, а человеку сказал, что она лежит внутри тебя, а это страх Божий и уклонение от зла, это мудрость, которая не в глубинах земли, а внутри тебя, это мысль книги Йова, не может человек ее найти, как бы не трудился, человек не сможет понять деяние Божие, А если какой-то мудрец утверждает, что может, то все равно не может. Вот оно. Вот то, чему посвящены главы. Нам не понять деяний Божий. Вот книга Танаха, это есть, это есть. Деяние Божие нам не понять. Что нам понять? То, что внутри нас. Внутри нас дух свободен, был дух крыла, без крыла тела, значит, дух свободен, следи, чтобы его не потерять. Потерять, улетит, плохо будет, злодейство не поможет. Пусть мы не понимаем, мы все, нехватка нашей мудрости покрывается той самой глубинной мудрости, которая страх Божий. Вот это открытая проповедь, которая здесь есть. И ради этого вот эти две главы, ради вот этой мысли, по-моему, проиллюстрированы на уровне власти восьмой главе, да, и на уровне отношений с религией. То же самое. Преднимать, что формальная праведность противопоставлена Ератхаше, страху Божьему. Она здесь всюду есть. Не слишком злодейство сказано в седьмой главе, где речь идет о религиозной жизни, и сказано в восьмой главе, где речь идет о политической жизни. Вот это, вот это надо держать в голове. То есть и о религиозной жизни, и о политической жизни. Шламо говорит нечто равное. Тогда теперь понятно восьмая глава, когда он говорит, что с царем спорить невозможно, то есть не греши перед царем, но не будь слишком праведным перед царем, потому что есть эт у мишпат. Тлохо кончишь? Ну, вот где-то то, чего я хотел сегодня рассказать. Окей. Господа, вопросов больше, чем ответов. Ну, хорошо. Кто-то что? Ну, вопросов больше, чем ответов. Нет, это такая книга как бы. Книга вопросов без ответов, я бы сказал. Ну, хорошо, у кого-то есть короткие вопросы? Давайте я за себя отвечу, поскольку меня упомянули. Меня слышно, да? Да, слышно и видно, частично. Значит, я, в общем-то, не имею претензий к элиту. У меня, в общем-то, вопрос сопоставления к элита и иудаизма. Здесь есть вот тот момент, о котором я хочу сказать сейчас уже впрямую, даже до того, что мы заканчиваем, что, в общем-то, вера, если говорить о вере Всевышнего, да, она не просто вера, потому что это просто так принято или нужно, или что, она как бы даже если человек не соблюдает каких-то традиций или он не этого, то есть сам разум требует того, для того, чтобы он был, как сказать, в равновесии, чтобы у него было, значит, эта вера означает вера в какое-то будущее, потому что если нет будущего, вот вообще после меня хоть потоп и меня ничего не интересует, кроме наслаждений, да, то тогда это совершенно разрушительная вещь, да, то есть это вера в дьявола фактически, или ты веришь в Всевышний, или ты веришь в дьявола, или ты просто индифферентный, ты не знаешь, во что ты веришь, у тебя какая-то мораль по инерции найдет, как-то по привычке всего, но если говорить, то есть вера еврейская, она дело не в том, что там в машиях или что-то все, сама логика вещей, значит, приводит к тому, что вера это должна быть вера в какое-то будущее, то есть рано или поздно найдется какое-то решение, или это имеет смысл, или как-то это все необходимо, потому что это есть, в общем-то, суть веры, да, вообще, по большому счету, то есть незнание. Знание, действительно, мы не можем этого знать, мы не можем узнать замысел Всевышнего, допустим, но именно поэтому мы верим. Вот об этом я говорю, что насколько Каэли соответствует вот этой вот идее, то есть поддержки жизни, поддержки разума. Я понял. Вы понимаете, в чем дело? вот книга Псалмов, к чему я всегда говорил, что наряду с Хумашем надо читать книгу Псалмов, потому что иудаизм, он в ней, в этой книге, он в Хумаше и в книге Псалмов. Все остальное постольку-поскольку. Ну, то есть постольку-поскольку я не хочу оскорбить книги пророков и остальные книги, которые у нас есть, у нас много из книг, 24. Но в книге чему учит книга Псалмов? Учит она не веры в будущее. И на мой вкус недостаточный акцент, который Рамбом ставит на, я-то считаю, центральным догматом иудаизма, это не просто вера в Гашгаха, у Рамбома формулировка Бог знает все деяния человека. А вот то, что Бог всегда тенью по правую руку от тебя, по-моему, иудаизм это вера не в будущее, а в настоящее. Вот по-моему, по-моему, и это главная мораль всех историй книги Бориши, книги рядом рядом с тобой. Иудаизм, я не думаю, что главный догмат иудаизма это 12-й, 13-й догматы, 11-й, 12-й, 13-й, связанные по Рамбу, я имею в виду, приход Машиеха, воскрешение мертвых, мир загробный, нет, нет, это важно, это необходимо. Важнее сегодня и сейчас отношение с Богом сегодня здесь и сейчас, не вера в будущее, а вера в настоящее. Вот книга Кахелла об этой стране жизни. Когда он говорит, что его мудрости не хватает понять, его мудрости не хватает понять здесь и сейчас. Но то, что с ним происходит здесь и сейчас, счастливые времена, это награда, полученная от Бога. Вот в это он верит. Вот это важнее. Опять, я не хочу сказать, что вера в Улам-Хаба, она неправильная, она правильная, она должна быть. Но вот составляет ли это душу иудаизма главную часть? Я готов с этим не то, что поспорить, но как-то я акцент переношу на настоящее. На настоящее это для человека, как известно, у Рава Аарона Маркуса прошедшее время это человек воспринимает себя как ты, а будущее это время это себя как я. в мире существует я и Бог, но я сегодняшний и прошлый, а будущее я верю, что там будет что-то. и в моем будущем под солнцем и в моем будущем под солнцем но куда важнее это то, что происходит здесь и сейчас. и по-моему то, что Тара очень завуалированно говорит про мир грядущий о мире грядущем она говорит только в связи со смертью и присоединился к народу своему. Да, это о смерти говорится вообще-то. Там где в Торе говорится этот оборот это всегда смерть. Но не говорит это прямо по отличию например от египтян которые об этом говорят много и откровенно смотрите фрески читайте книгу мертвых а лучше не читайте. Вот то Тара говорит о вы все стоите сегодня сегодня здесь. Вот я полагаю и это считаю что это и есть иудаизм книги Кагэлот сегодня отношения сегодня и сейчас есть определенный механизм как бы средства и цели то есть я могу с вами в чем-то согласиться но не так как бы просто это все то есть Тора и вообще иудаизм он имеет направленность времени идея спасения идея познания всевышнего мир наполнится знанием всевышнего то есть без этого не может быть сейчас то есть сейчас оно это есть какой-то вклад во что-то что человек верит что это необходимо потому что если он не верит если отключить вот этот проводочек от того что будущее то какой смысл тогда это получается чисто шапунгар это получается просто есть злая воля которая мы никогда не познаем я не вижу злой воли конечно а зачем человек живет и умирает понимаете у него никакого никакого смысла при его сознании при его понимании он не находит абсолютно вот с этим кахэлот спорит вот с тем что вы сейчас говорите он и спорит он icon с этим не согласен как раз кахэлот говорит именно обратное к тому что вы говорите Я понимаю, он говорит о том, что необходимо найти какой-то смысл, но он никак к нему не подводит, он его не использует. Его и не найдет, потому что будущее у него, будущее в настоящем. Потому что он говорит о взаимоотношениях человека с Богом библейских. Выполнять сегодня, здесь и сейчас, в назначенное время, в назначенной эпохе. Человек выполняет свой долг. Да, он знает, что это имеет какую-то связь с грядущим. Да, есть множество примеров, которые Танах настаивает, что все это осмысленно. Это история с Йосефом и история с Эстер. Об осмысленности в будущем, того, что делает, да. Но человек живет сегодняшним днем. Просто достаточно сознания о том, что будущее есть. Хорошо. Лучше достаточно, но главное не это. Главное – это сегодня и сейчас. Это то, о чем говорит Кахарин. Подождите, это чистая, значит, установка экзистенциализма. То есть… Нет. То есть мысли… Подождите, дайте я скажу. Мир абсурден. И мы не можем вывести ничего, значит, что, куда это все движется. Мы этого не знаем ничего. Но мы должны быть нравственными и вести себя как люди. Быть людьми… Где вы это находите в иудаизме? Это в иудаизме… Это не абсурден мир, а в смысле? Это экзистенциализм, а не иудаизм. Правильно. Но Кахарин это говорит об осмысленности, о том, что мы не постигаем его, мы не понимаем. Но идея о том, что он осмысленно, у него есть непрерывно. Эт умишпат. Кира адха адам рабаала. Ибо у всякой вещи придет время, когда переполнится злодейство человека землю. Когда злодейство человека переполнит его. Вот лучше всего. В первой шестой стих. Ибо придет время, когда злодейство человека переполнит его, будет выше него. Вот что. Подождите, подождите. Человек, его разум, его рассудок требует ответа на вопрос, ради чего это все. Вот я живу. И то, что задает Каэли. Я живу, у меня могут быть страдания, у меня могут быть все. В конце концов, я умру, я болею. Это же как бы и буддизм. То же самое, фактически. Зачем это мне все нужно? Зачем это все нужно? И вот он приходит к чисто такому выводу. Ты не сможешь никогда это узнать. Тебе это не понять. Ты не поймешь замысел Всевышнего. Ты можешь только жить и наслаждаться. Зачем тебе умирать и все. То есть ты выбираешь. То есть ты не отвечаешь на этот вопрос. Ты на него не можешь ответить. И ты на него не отвечаешь. В иудаизме же вводится понятие того, что это имеет какой-то смысл. И даже не только иудаизм. Например, если вы возьмете Канта, то он говорит, что необходимо, поскольку нет справедливости на земле, то человек имеет право верить в то, что эта справедливость как-то должна быть. И на этой основе он выводит понятие о будущем мире и о вечности души. Логика не позволяет нам остановить. Потому что это разрушительная... И то, что говорится, Кагелок говорит другое. От того, что тебе не понять из этого не следует, что мир абсурден. От того, что я не понимаю, никак не следует, что мир абсурден. Как вы умудряетесь... Понятно, понятно, это не следует, но это вера есть. Есть вера, что он не абсурден. А у него нет этой веры. Но Кагелок не говорит о том, что мир абсурден. Он говорит о том, что нам его не понять. Но при этом под водой упорно идет. Окей, Эмиль, я думаю, теза понята. Всевышний призовет на суд, то есть он обязательно найдет, то есть это то, что сказано до конца дней своих, не верь себе. То есть при всей твоей праведности, при всем, что ты делаешь, ты не должен быть слишком верить в то, что ты понимаешь, что надо делать и как надо делать, чтобы тебя Всевышний призрел. То есть Всевышний как бы нашел этого Йову таким вот праведником, и он его испытал, то есть Сатан не случайно именно его, так сказать, задел все. Посмотрим, что будет. Но он выдержал этот экзамен, это другое дело. То есть? Да. Но это как раз, мне кажется, вот этот пример не будет слишком праведным. Вы читали книгу Йову внимательно? Йов вообще там чуть ли не корсут несет непрерывный. Да, да. Именно ее. Правда, Всевышний почему-то говорит, что он прав. Он прав в своем старании, в своей страсти. Правильно, именно потому, что он говорит не по шаблону, а как положено Ера и Луки, как положено Богослову. Да, у него боязнь настоящая. Правильно, о том, что он правее приятелей, которые говорят по религиозным шаблонам. Там же главная мысль, одна из главных мыслей книги Йова, хорошо спрятанная под водой. Там регулярные споры с книгами Шлей и с книгами Псалмов даже. Там есть регулярные споры, но вот это весело. И даже и с Каэлита там есть в Йове. Вряд ли. Думаю, что нет. Наоборот, это в Каэлите. Нет, там есть. Там есть в Каэлите, когда он говорит, что человек не может жить там и не грешить. То есть у Каэлиты тоже есть. Ты не можешь делать какие-то добрые дела. Я думаю, что в сторону изъемов Каэлит, сторона вот эта. Может быть так, да, не знаю. Я предлагаю отпустить лектора. Слиха, просто как беседа. Было очень интересно. Ну, закончим как бы книга-книг. Практически книга-книг. Экклезиаст, окей? Ну, хорошо. Про жрачку мне как бы питье, жрачка в день рождения мне понравилось. Это красиво было. Ладно. Лыхаем-лыхаем. Всем счастливо. Пока. Пока. Пока, саба салам.